У Кармянским районе активными темпами идёт уборка лёну. Специалисты кажут, якость тросты в этом году вельми добрая. Тому важно худко нарыхтовать сыровину. Ганна Коральчук отправилася на поли, как доведаться, как в регионе сбирают и перепрацовывают белорусский шоу. Уборку лёну в Кармянским районе начали литерально несколько дней тому. После вылеживания тросты поднимают, взбивают и закручивают у рулоны. Под лён долгунец тут отведено 1600 гектаров. Однако сыровину для кармянского льнозавода сбирают ещё в Речицком, Чачерском и Рогачёвском районах. Таким чином, агульная площадь для уборки культуры всё лето складает 3200 гектаров. Прошли дожди, появились настоящие вустовские росы. Уже, можно сказать, сентябрьские росы. По утрам немножко влажно, и пошёл процесс. Поэтому лён созрел, и сейчас массировано мы начали массово убирать лён. Лён культура досыть капрызная. По передние годы у региона урожайность была не вельми высокой. Тому, как минимизовать страды от спеки и хвороб, полея працавали адмысловыми микроэлементами и мягкими гербицидами. На дворе так само было спраяльным. Усё гэта отбилась на якости сыровины. По лабораторных анализах, выход волокна с тросты зараз складая коля 30%. До речи на новой сыровине Кормянский льнозавод працует другой день. Как праца не спынялась и на протягу года, сюды треба привезти с полёу 3500 тонн льну. Однако, по кульголовная задача для супрацовников – выконать держзаказ. До конца года предприемство повинно выработать 150 тонн долгого и 380 тонн короткого волокна. Большая частка с гэтыга отправится на Аршанский льнокомбинат. Остатняя – на экспорт. Качественно длинное и короткое волокно покупает Аршанский льнокомбинат, который производит ткани всевозможные, сольна, и отправляет дальше, фактически, как я знаю, они почти 90% отправляют на экспорт всю свою продукцию. Более низкого качества, номер два, мы отправляли раньше в страны Прибалтики, а также в Китайскую Народную Республику. В связи с эпидемией коронавируса на сегодняшний день поставки прекратились. Я надеюсь, что все-таки граница откроется, и мы начнем продолжать дальше. По словам директора, настрою работников призняты. Шмат волокна доброй якости – это великий прибыток в будущем. Тому, как не стратить якость сыровины или нутрасти, працовать будут на протягу усяго светлового дня. Працу плануют завершить до 25 вересня. Гана Коральчук, Ихар Марышенко, Телерадо, компания «Гомель» с Кармянского района.